Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия В план по социальной догодификации Включены 96 населенных пунктов Принято 3306 заявок от населения Создана техвозможность Подключение 2988 домовладений Выполнено 1303 подключения Согласно поручению президента России Годификация до границы Домовладения была бесплатной С этого года из республиканского бюджета Будут выплачивать субсидии на газификацию Уже непосредственно до самого дома Согласно поручению президента России Годификация до границ Домовладения стала бесплатной С этого года из республиканского бюджета Будут выплачивать субсидии на газификацию Уже непосредственно до самого дома То есть гражданам остается купить Только внутридомовое газовое оборудование Но и здесь некоторым Особенно нуждающимся категориям граждан Предусмотрены льготы Что касается магистральной газификации То в этом году приступят к строительству Сразу двух больших газопроводов Межпоселкового газопровода В Учкуланском ущелье Протяженностью 85 километров И газопровода до Джамагатского ущелья Он будет построен в этом году Запланировано проектирование Межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов В Высокогоре Урупского района Это село Курджинова Поселки Азиатский Семен, Ершов, Рашкао, Дамхурц, Загидан Придгорная и Подскальная Общая протяженность более 150 километров Продолжится развитие газовой инфраструктуры В населенных пунктах тибердинского направления Будут построены распределительные сети В аулах Верхняя Тиберда, Нижняя Тиберда Новая Тиберда и городе-курорте Тиберде Что позволит начать в этих населенных пунктах Мероприятия по социальной доготификации Руководитель Карача-Черкесии Рашид Тимрезов Провел расширенное совещание с правительством И главами муниципальных городов и районов По вопросам реализации поручений Данных в ходе недавней встречи С президентом России Владимиром Путиным И поставил задачи по социально-экономическому развитию региона Нам 2023 год Первое – это развитие экономики Глава поручил правительству По содержанию года развития промышленности Каким объявлен этот год По-прежнему актуальной остается Реализация приоритетных национальных проектов И федеральных программ Дальнейшее строительство и ремонт Социальных учреждений в сельской местности Всего в этом году будет построено И реконструировано 202 объекта Текущий год в соответствии С решением президента страны Объявлен годом педагога и наставника Поэтому наша общая задача Сделать все, чтобы профессия педагога Вышла на качественно новый уровень Сказал Рашид Тимрезов По его словам К числу важнейших задач на текущий год Относится реализация мер государственной поддержки Различных категорий граждан В том числе семей военнослужащих Социальная дегазификация Строительство дорожной инфраструктуры Улучшение качества водоснабжения И благоустройства населенных пунктов В Министерстве физической культуры и спорта Подвели итоги прошлого года Руководитель ведомства Рашид Узденов Подробно рассказал о том Чем запомнился этот год И отметил наиболее важные спортивные мероприятия в регионе Действительно год был очень насыщенный в части спортивных мероприятий Начиная с зимних видов В начале года мы их проводили Это день снега, день чайника Соревнования по горнолыжному спорту Их несколько было По различным возрастам соревнований по сноуборду И дальше пошли соревнования по летним видам спорта Тайквондо, дзюдо, бокс По тайквондо если взять проходили соревнования Очень такие титульные Это на призы президента тайквондо У нас было соревнования Также были соревнования Мамлюк челлендж Это межрегиональные соревнования Рейтинговые Победители этих мероприятий Переходили на следующие этапы соревнований Это российский уровень Уже международный уровень Далее были мероприятия по дзюдо Буквально недавно закончился турнир В памяти депутата Качаи Черкесской республики Табиево-Росо Тоже мастерский турнир И так далее Были мероприятия по боксу Например, недавно мы в Донбай проводили В честь генерала Баташева Было большое количество мероприятий По вольной борьбе Как внутри региона, так и выездные Где наши ребята показали высокий уровень подготовки Наш календарь очень насыщенный Провели с учетом всех вот этих неровностей Из-за пандемии и так далее Около 400 мероприятий Также большое количество мероприятий Проходит физкультурно-массово Для привлечения населения Занятия физической культурой и спортом Региональным отделением социального фонда Назначено единое пособие На 1575 детей До 17 лет В том числе 59 беременных женщин Всего на сегодняшний день В ведомство поступило 5400 заявлений на новую выплату Помимо этого За первые дни января Отделением социального фонда Также одобрены выплаты На 53 первенца До 3 лет Появившихся в семьях До конца прошлого года Теперь выплата на таких детей Входит в единые пособия И оформляется по новым правилам В то же время Если ребенок появился в семье До 2023 года Родители могут получить выплату По ранее действовавшим условиям То есть без учета имущества И при наличии более высоких доходов у семьи В пределах двух прожиточных Минимумов на человека А не одного Как при оформлении единого пособия Напомним, что новое пособие Заменило нуждающимся Семьям 5 действовавших Ранний мер поддержки Это две ежемесячные выплаты На первого и третьего ребенка До трех лет Две ежемесячные выплаты На детей от трех до восьми лет И детей от восьми до семнадцати лет А также ежемесячная выплата По беременности Единые пособия Назначаются семьям С доходами ниже регионального прожиточного Минимума на человека В республиканском перинатальном центре Появилось новое медицинское оборудование В рамках благотворительной акции Рожденной энергии Короче, черкесский филиал Русгидра Приобрел для центра Аппарат Уникоз-3 Который может прослушивать И записывать Сердечные ритмы Одного или сразу Нескольких плодов При многоплодной беременности Позволяя врачу-гинекологу Получить четкую картину Состояния ребенка И применить правильную тактику Ведения родов Новое оборудование Уже применяется докторами В родильном отделении В текущем году В Крача-Чекесе Будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков Для работы в сельских населенных пунктах И малых городах По программе «Земский доктор» С 2018 года В республике По этой программе Для работы в сельской местности Был привлечен 141 врач Об этом сообщила Начальник отдела кадрового И документационного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Инна Пономарева Программа «Земский доктор» На территории нашей республики Реализуется с 2012 года Потом у нас был перерыв В республике И снова мы приняли Участие с 2018 года Вот с 2018 года По сегодняшний день У нас принят 141 врач В сельскую местность С 2018 года У нас идет Софинансирование 94 на 6 То есть республика Дополнительно дает 6 процентов А федерация Дает 94 процента Программа «Земский доктор» Как бы Она улучшает Доступность И оказание Медицинской помощи То есть в сельскую местность Направляются Узкопрофильные врачи Не только терапевты Педиатры Участковые Ну и также Врачи И офтальмологи И может быть где-то Анестезиологи Фтизиатры Узисты Все то, что необходимо Непосредственно Людям Чтобы была доступность Оказания Медицинской помощи Новый комплекс Весогабаритного контроля Появился В Карачао-Черкесе В рамках Национального проекта Безопасные Качественные дороги В целях Сохранности Автомобильных Дорог общего пользования Регионального И межмуниципального Значения республики Он установлен На участке Автомобильной дороги Черкесс Исправная Истарожевая До 1 марта Этого года Комплекс Будет работать В тестовом режиме С началом Нового календарного года В нескольких Республиканских школах Стартовал капитальный ремонт Учающиеся На периоды ремонта Будут обучаться В ближайших Общеобразовательных Учреждениях Но оказалось Что наладить Учебный процесс Сразу двух школ Под одной крышей Задача непростая Недавно В 13-ю гимназию Черекеска Временно перебрались Учающиеся Из школы номер 6 Комментирует информацию Директор школы Галина Клименко Мы в таком же режиме Как работали в нашей школе Так работаем с 9 января И в данном здании В две смены Смены сохранены Расписание сохранено Часть предметов Только у нас Получается Мы перевели на очно-заочный формат Это родные языки Это где-то ОБЖ Где-то технология Мы организовали И медкабинет Чего здесь не было Изначально В той у них школе Медкабинет Организовать для себя Медкабинет Он функционирует Буфет Для детей Старшеклассников А дети младших классов Они ходят Так же как ходили И ученики 13-й школы В основное здание Для приема горячего питания 17 школ Карачао-Чекеси Будут оснащены Современным цифровым Оборудованием В этом году В рамках Оригинального проекта Цифрово-образовательная среда Национального проекта Образования А в следующем году В программу Войдут еще 15 школ Республики С 2019 По 2022 Годы 153 Образовательных Организации Региона Были оснащены Современным Цифровым оборудованием Что позволило Вывести процесс Обучения школьников На более качественный Уровень Более 1 миллиона 900 тысяч Туристов Посетили курорты Карачао-Чекеси За прошлый год Что почти на 10% Превышает показатели Позапрошлого года Самыми популярными Направлениями По-прежнему Остаются курорты Дамба и Архиз В числе востребованных У туристов Направлений Тибердинский национальный Парк Туркомплекс Медовые водопады С экстрим-парком Дамбаи В частности Посетили 863 тысячи человек А Архиз 852 тысячи туристов На Медовых водопадах Побывали 208 тысяч Экскурсантов За прошлый год Число места размещения В Архизе Увеличилось Еще на 600 Единиц Начала работать Канатка От верхней станции Существующей Канатной дороги Млечный путь До высшей точки Хребта Абишира-Ахоба Расположенного На отметке 3150 метров А в Дамбае Прямо сейчас Ведется Строительство Пятой очереди Канатной дороги На склоне Горы Муса-Ачитара Которая будет Отвозить туристов На самую высокую Точку курорта На 3012 метров И в продолжение Этой темы За новогодние Каникулы Курорты Карача-Чикеси Приняли более 172 тысяч Туристов И экскурсантов Из различных Регионов Страны и зарубежья Так С 31 декабря Прошлого года По 8 января Текущего Включительно Дамбай Посетило 86199 туристов Всесезонный Туристско-рекреационный Комплекс Архиз 86248 человек Отели На территории Курорта В период Новогодних Каникул Были загружены На 100% В Карача-Чикесию Гости приезжали В основном Из Москвы Санкт-Петербурга Краснодарского края Ростовской И Воронежской Областей А также Ставрополья Для гостей На курортах Были подготовлены Горнолыжные трассы Разных категорий Сложности Широкие склоны Без резких Поворотов Для неопытных Лыжников И сложные Для катания Маршруты С узкими местами И перепадами Высот Для профессионалов И экстремалов Радио Радио Субтитры Субтитры